У эстакады, соединяющей улицы Пионерскую и Запарина из-за последствий дорожных работ, случилась авария, в которой повреждены четыре машины и пострадал человек. Помощь потребовалась 45-летней хабаровчанке, сидевшей за рулем Круза. Автомобилистка травмировала ногу. Это было классическое столкновение из-за несоблюдения дистанции. Малолитражка застряла под трубой после удара сзади. Кто-то впереди затормозил резко. Затормозила я. Но я ушла от удара. Я тормозила еще как-то вовремя. А задний удар пришелся на меня, так как руль уже был вывернутый у меня скоро. Меня унесло сюда. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом надколенника. В стационар увезли и трехлетнего Ярослава, который находился в Крузе на заднем сидении в детском кресле. Это уберегло его от травмы. У ребенка лишь ушиб головы. В других машинах пострадавших не оказалось. Виновником аварии стал 47-летний водитель БМВ, энергично разгонявшийся от светофора. По всей видимости, хабаровчанин не знал, что недавно поперек Пионерской была выкопана траншея. Это было связано с укладкой коммуникаций ведущих к строящемуся торговому центру. После этих работ на асфальте остался внушительный рубец, перед которым все вынуждены притормаживать. Так сделал водитель X-Trail и сидевшая за рулем Круза. Следом за ними снизил скорость шофер Харриера, в который и врезался БМВ. Ускорение прошло по цепочке в обратном порядке. Кроссовер вылетел вперед и растолкал стоящие перед ним машины. Виновник аварии, получавший права еще в СССР, вину свою признал и ссылался на невнимательность. А вы уже тормозиться не успели. А это с чем связано? С тем, что у вас скорость была высокая? Нет, я только начал набирать скорость. Отвлеклись от дороги? Да, наверное. Страхового полиса на ВИП-кроссовер не оказалось. Расплачиваться с тремя водителями мужчина будет самостоятельно. С места происшествия Наталья Шиян, Юлия Зима и Павел Рогатин.